Часто человек, трудясь, устает сильно. Когда он устает, что он делает? Он приходит домой, он уже не может волевые усилия совершать над собой. Что он делает? Включает телевизор и смотрит всякую ерунду. Его цель просто расслабиться. И так как в телевизоре показывают греховные вещи, не то, что возвышает сознание, а то, что переключает человека, вот что может переключить? Какие-то животные чувства, секс, какое-то эротическое направление фильма, страх. Сразу легче стало. Потом что может также переключить? Вымысел, вымысел. Санта-Билиберда, допустим. Все красиво, хорошо, мы смотрим, это все красиво, очень люди такие все. Да, хорошо, все такие культурные. Посмотреть, думаю, о, хорошо, так жить хорошо, все. Надо такую же гардину купить. Такая красивая у них гардина. Ну, потому что мы не можем такой же дворец купить, когда мы помним с ним. Гардину, по крайней мере. Олег Геннадьевич, а есть ли вместо Санта-Барбары, скажем, репроспектива фильмов Тарковского по телевизору? Конечно, конечно, есть вещи и по телевизору, которые достойны нашего внимания. Но эти вещи, чтобы смотреть, надо себя заставлять. Потому что человек, когда смотрит душевные вещи, надо прилагать душу. Потому что они, на первый взгляд, кажутся тяжелыми. Тарковского не все могут сразу смотреть. Сначала кажется трудным. А потом постепенно сердце раскрывает, становится очень глубоко. Так же, как фильмы «Остров». Там есть много фильмов, такие глубокие. Но они вызывают душевное чувство. Они душевную работу вызывают. И люди сразу переключают на что-то другое. Потому что они, ведь телевизор смотрят не целью душевной работы, а просто получить расслабление какое-то внешнее. Это означает что? Просто забыться. Забыться. Потому что во сне не забудешься. Спать ложишься, все вспоминается. А вот если ты переключил свое внимание на что-то внешнее, тогда ты забываешься. Иногда это не работает. Тогда надо идти на американские горки. Но что-то такое более сильное чувство нужно. Вот такое вот. Хорошо. Или просто бухнуть. Простой способ. Не надо искать ничего. Просто все уже стоит на столе. Раз. Бухнул так. Хорошо. Все. Нормально. Некоторые наркотики употребляют. Это еще тяжелее случай. Это уже человек готов с жизнью даже расстаться, чтобы расслабиться, снять напряжение. А напряжение возникает только от того, что мы действуем в сфере, в которой мы не можем победить. Это сфера вне нашего влияния. Мы не знаем об этом даже ничего. Мы не изучали. Просто все так живут, и мы живем так. Смотрите, когда человек начинает молитву внутренней жизни, что происходит? У него характер становится лучше. Он становится спокойнее. Он может прощать, просить прощения. Психически в сердце ему становится легче по отношению даже к событиям, которые происходят. Некоторые люди говорят, меня с работы увольняют. А ты не думай об этом. Это хороший совет. Ну вот иголочку в попу суют. Можно не думать? Давайте попробуем. Меня с работы увольняют. А ты не думай об этом. Что-то я голодный. А ты не думай об этом. А я голодный. Я не могу не думать об этом. Ням-ня. Понимаете? Не работает система. А вот молитва работает. Почему она работает? Потому что человек получает нечто, что снимает голод, снимает напряжение. И чувство, что меня выгоняют с работы, тоже уходит. Как ни странно. Тоже уходит. Появляется какое-то другое чувство. А если точно выгонят с работы, появляется чувство, зачем? Это не смешно. Слушайте внимательно. Когда человек включает молитву, он начинает со святостью общаться, то эта святость, что делает сначала? Она сначала побеждает на тонком плане судьбу. Победа не всегда означает, что вернут на работу. Это наше примитивное мышление. Победа над судьбой означает, что эта ситуация уже не больна. Она не приносит мне боль. Меня выгоняют с работы. Я молюсь. И мне стало спокойно. Что идет за спокойствие? Следующий этап молитвы? Или настрой на высшую силу? Какой следующий этап после молитвы? После спокойствия? Какой следующий этап? Знание. То есть я раз и понял, что на самом деле, я в сердце понял, это правильно, что меня выгоняют с работы. Потому что у меня что-то будет лучше. Я почувствовал это. У меня, конечно, нет полного ощущения такого. Я уже не веселенький, как бы иду. Но в сердце спокойно. Снаружи все равно ситуация беспокоит. Я все равно чувствую, может быть не так, может так. Но в сердце уже лучше. В сердце получен ответ. Где-то в глубине в сердце уже получен ответ. Если дальше человек молится, что дальше происходит? Знание усиливается. То это точно так же, как рассвет. Когда наступает рассвет, тьма вся рассеивается.